Пока вторая юношеская цель – стать мастером спорта. Дмитрий Мирюков шаг за шагом идет к исполнению своей мечты. Очередные соревнования, на которых он стал серебряным призером, показали, что потенциал у юноши есть. Но надо уделить больше внимания технике ведения боя и психологической подготовки. Соперники были подготовлены. Но в последние схватки не повезло. Не хватило характера. Дмитрий занимается в сексе единоборств более четырех лет. Девятилетним мальчишкой вслед за другом он пришел учиться приемам рукопашного боя. И с тех пор боевые искусства стали неотъемлемой частью его жизни. Поэтому каждый раз он детально разбирается со своим тренером ошибки и промахи схватки на ковре. И первенство в Мордовии, когда он был в шаге от победы, не стало исключением. И захваты, и приемы, удар должен быть. Я мог ему много раз нанести удар. Но потом, когда уже рассматривал бой, уже понял, что уже сделал на это. На второе личное командное первенство в Мордовии по рукопашному бою собрались сильнейшие спортсмены-юниоры из нескольких регионов страны. Более 150 рукопашников и самбитцев боролись за призовые места. Воспитанники Валерия Трубина впервые приняли участие в таком турнире. Подготовленные ребята были в каждом весовой категории. Ребята мои, воспитанники, провели не меньше трех-четырех боев. Поэтому я думаю, что это достойное было соревнование. Соревнования стали отбором на первенство Приворского федерального округа, которое пройдет с 28 февраля по 3 марта в столице Башкирии. По результатам проведенных боев на турнире в Саранске четыре саровчанина обеспечили себе путевку на соревнования в Уфе. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.